Ольга, здравствуйте! Что будут брать точечно, поскольку в российских местах решения свободы содержатся женщины, обладающие террористическими навыками, снайперскими, шахидки, я думала, что будут брать их, но нет. Вот уже это второе сообщение о том, что взяли сразу большую партию женщин, то есть вовсе не выборочно, не точечно, это сообщение из ДНР. И у нас еще есть сообщение с Юга России, что тоже берут крупные партии женщин и отправляют их на подготовку. У меня такое ощущение, что это обычная подготовка, обычная военная подготовка, и их будут использовать как солдат. Вы также писали о том, что на фронт заключенных женщин вербуют именно представители российских властей, а не Пригожинские ЧВК. Якобы человек, посещавший женскую колонию, отрицал свою причастность к ЧВК, говоря, что все официально. Удалось ли вам подтвердить, что он был прислан Министерством обороны? Ну, вы знаете, в минувшие выходные мы увидели представителей Министерства обороны, они так себя называли, не военкома, не как-то еще, а именно представителей Министерства обороны. Мы увидели их в очень многих зонах Российской Федерации. Они, собственно, и до их визитов, до выходных мы видели анкетирование, что заключенные расписывают свои навыки, своей военной подготовки. И, в конце концов, первая партия в 56 человек, это, по крайней мере, то, о чем мы знаем, возможно, есть еще партии, возможно, партии были на день раньше. Мы увидели, что эта партия уехала из 41-й колонии Кемеровской области, это Югра, где-то в 100 километрах от города Кемерово. И они уехали уже на подготовку. Пока это добровольно, но, опять же, все эти представители Министерства обороны заявляют, что это первое время. Добровольно потом будут брать всех. Это совершенно явно не наемничество, это очень похоже на мобилизацию. То есть, получается, что действительно стоит ожидать какой-то массовой волны вербовки в женских колониях в самой России? Или все-таки речь идет о заключенных, которых Россия насильно вывезла из оккупированных территорий Украины и пока отправляют украинок на войну, а российским заключенным женщинам пока не о чем переживать? Нет, нет. Переживать заключенности, да, есть о чем? Нет. Граждане Украины, которые отбывали срок за различные преступления, и также от 300 до 400 граждан Украины, которые были схвачены или арестованы во время оккупации в Сонской области, всего 2500 человек. Они сейчас распределены примерно по 10 колониям России, в основном на юге России. Это Волгоградская область, это Краснодарский край, Владимирская область и так далее. 2500 человек, да. Сейчас им предлагают ускоренное получение российского гражданства. И пока все. Посмотрим, что будет дальше. Еще с ними случилось на прошлой неделе очень странное происшествие с этими украинцами заключенными. 14 человек, у которых закончился срок наказания. Кстати сказать, мы не понимаем, как этот срок рассчитывается. Никто не понимает, поскольку непонятно, засчитывается ли срок, проведенный в Украине, в России, засчитывается ли у российский срок в Украине, наоборот, в Украине. То есть непонятно совершенно. Так вот, группа из этих 14 заключенных, у которых якобы подошел к концу срок, были сотрудниками ВСИН, посажены в автобус в Волгоградской области и привезены на границу с Латвией. Там эти люди достали украинские паспорта. С украинскими паспортами можно ехать на территорию Латвии отыщет российских паспортов и шагерских виз. И большинство из них уже перешло к границу, пока пограничники не обнаружили, что у одного из этих людей нет вообще паспорта никакого, а есть справка об освобождении. И тогда они эту всю группу задержали и отправили назад в Россию. И сейчас эта группа находится в Центре временного содержания иностранных граждан. Они ночевали в Москве, в Москве, вернее, в Сахарово, тоже в Центре временного содержания иностранных граждан. Что будет дальше с ними, непонятно. И зачем они проникали в Латвию, тоже не очень понятно. В общем-то, тут много идет очень загадочных историй детективных. Буквально каждый день, и все они связаны так иначе с заключенными. Хороший такой ресурс оказался.